В Казанском университете продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Со 2 февраля вакцины «Спутник ВИП» привиты уже порядка 800 сотрудников силами выездной прививочной бригады, которая работает по заявкам структурных подразделений ВУЗа. На этот раз вакцинация прошла на площадке Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Все подробности далее. Вакцинация проходит в два этапа. После первой прививки должен пройти 21 день. Затем вводится второй компонент вакцины. И уже через три недели должен полностью сформироваться иммунитет к коронавирусу. В среднем за один день выездная прививочная бригада принимает около 100 человек. Не знаю организации, где вот так, чтобы для своих работников, на самом деле, именно в месте проведения своего рабочего места, работник мог прийти, сделать вакцину, по сути, без отрыва производства. Потому что мои друзья, кто работает в разных структурах, они в основном ездят по месту жительства. То есть специально уходят с работы, чтобы съездить, стоят в долгих очередях и так далее. По словам главного врача университетской клиники Казанского университета Сергея Осипова, прививочная кампания будет продолжаться до тех пор, пока полностью не вакцинируется все население Российской Федерации. У нас нет другого выхода, к сожалению, так как все медицинские манипуляции, связанные уже с лечением коронавирусной инфекции, они иногда и не приводят к положительным результатам. Поэтому единственным способом остановить эпидемию на сегодняшний день, разработанным вообще за всю историю человечества, является вакцина-профилактика со времен Дженера. Желающие сделать прививку также могут обратиться в университетскую клинику по адресу Вишневского 2А по предварительной записи по телефону 233-30-00. Необходимо помнить и о противопоказаниях. Противопоказания такие же, как и для всех вакцин, которые вводятся. Это прежде всего острые заболевания и обострение хронических заболеваний. Соответственно, аллергические реакции на компоненты вакцины и, соответственно, аллергические реакции на введение первого компонента вакцины как такового. По словам Сергея Осипова, в дальнейшем планируется выездная работа по вакцинации и филиалах Казанского университета в Елабуге и Набережных Челнах. Диана Жленкова, Ленарда Влетьяров, Виолетта Басова, Универньюз.